Эс, здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки! Продолжаем играть в ферму. У нас, друзья, созрели поля и уже вовсю идет уборка. Везде у нас вырос кофе, у нас есть три комбайна и я, соответственно, запустил на три поля работать сразу, чтобы все убирались. Этот кофе мы, друзья, сегодня продадим и заработаем денюжки, потому что денюжки нам нужны. Хотя они, вроде как, у нас есть 4 миллиона, но этого мало. Да. Давайте по ферме пробежимся, посмотрим, что у нас вообще происходит. Во-первых, по поводу урожаев. У нас закончился лук и довольно мало морковки осталось, да и клюквы тоже довольно мало. Это все дело у нас продается на фермерском рынке, поэтому, наверное, лук надо будет нам засеять. Также, друзья, есть у меня мысль посеять клевер, чтобы собрать там травы и сено, чтобы сделать их тюки и тоже на переработку отправить. Трава у нас заканчиваются, мы давненько ничего не косили, но то место, где мы косили раньше, там у нас сейчас склад стоит, мы по косам больше не занимаемся. Поэтому, я думаю, что клевер засадить тоже хорошая идея будет. Клевер можно будет чуть что продать, не проблема. Соломы силоса у нас хватает, так что это такое. Соломы силосная башня у нас потихоньку работает, я ее периодически обслуживаю, это ладно, это не интересно. Скоро можно будет уже также удобрений собрать. Я, друзья, сюда давно ил не закидывал, сюда только навоз и жидкий навоз сейчас идет, удобрения идут с них. Но, в общем-то, если будет заканчиваться, то закинем еще и прицеп ила, это тоже, в общем-то, не проблема. Семена мы пока не делаем, у нас есть. Вообще, надо глянуть, что у нас по семенам. Семян есть 500 кубов. Будет оставаться меньше 100 кубов, сделаем семян, не проблема. Хотя, может быть, на межсезонье и закинем. А, у нас фермерский рынок стоит на том месте. Также, друзья, есть тут тюки, в общем-то, я периодически закидываю. Сена нету, силы с трава есть. Этого всего добра у нас тут много. Тюки, друзья, продаем на фермерском рынке, сейчас посмотрим. Топливный завод, друзья, забился, 500 кубов, надо будет куда-то отвезти топливо. Можно на электростанцию, кстати, его будут скинуть. Тут по ресурсам тоже все пока путем. Ну, фермерский рынок, друзья, работает. Давайте через меню посмотрим. Тут ни одного триггера нету. Значит, первое, это фермерский рынок, который у нас всякие фрукты, овощи продают. Тут еще по 30 кубов всего есть, так что нормально. Может быть, за кадром, друзья, сюда я все позакидываю, заполню до конца. Сено, как видите, уже закончилось. Такие сено квадратные. Круглых еще чуть-чуть осталось, пока немножко еще поработает. Также я тут дополнил до конца и свеклу, и морковь, и лук. Да, лук закончился. Почему я про него и вспомнил. Арахис и клюква, в общем-то, все до конца здесь тоже забито. Все прекрасно. Возможно, надо будет отсюда мусор повывозить, потому что мусора уже много. Короче говоря, за этим делом я тоже слежу, периодически сюда все закидываю. Если кому вдруг интересно, то рынок на той стадии, на которой мы сейчас находимся, приносит нам по 819 тысяч. Вот перестало продаваться сено, стало 773. За сегодня, скорее всего, будет еще меньше, потому что остатки сена там и в круглых тюках тоже допродадутся. Ну, в общем-то, какой-никакой, но доход в день он приносит. Так что можно вполне себе закидывать сюда все это дело. Сады и теплицы я, друзья, ресурсами все обновлял. Правда, это было дня 2 назад. И отсюда все вывез на склад. Теплицы уже наполовину забились. В общем-то, тоже надо будет как-нибудь это все дело отсюда вывезти. И надо, друзья, упаковывать все вот эти вот поддончики маленькие. Сейчас быстренько все сделаем. Так, все запустили. И здесь фпс просто просел до невозможности. Бежим отсюда. Что еще, друзья, я сделал? Я заполнил уголь и медь полностью по 3 миллиона. Не медь, а руду. Она у нас закончилась здесь. А уголь потом развез по электростанции, которые у нас есть. Полностью их тоже забил. И, в общем-то, угля потрачено довольно много было. Вообще, если вдруг кому интересно, сколько мы потратили за все это время угля и руды, то вот столько вот мы уже здесь выгребли. Довольно-таки много. Ну и меди, соответственно, тоже уже выгребено довольно много. Точнее, руды. Почему я ее медью называю? Ну, с этим, в общем-то, понятно. Также, друзья, самое интересное. Достроился наш склад. Я сюда даже отвез самую малость того, что может здесь храниться. Давайте откроем ворота. И вот эти вот тоже. Опаньки. А оно у нас здесь в контейнерах. Здрасте, приехали. Не знаю, насколько хорошо это или плохо. Но ладно. То есть то, что я сделал проводами, одну нить трубки и катушку, мы это выгрузить отсюда все не можем. Да, вон, пластика 1,1 литра потерялась, и мы не можем выгрузить поддон. Про стекло я молчу. Свинец, зато есть контейнер свинца. Ну ладно. В общем-то, повыгружал я сюда все, что мог. Мелочь все пособирал, чтобы производство дальше работали. В принципе, салко и метал, видите, здесь алюминиевых листов производится довольно много. Можно это все будет вывозить. Медный завод пока что у нас работает над медными всякими штуками. Возможно, на склад их не имеет смысла носить, возить, потому что там они, во-первых, и медленно производятся, а во-вторых, электроэнергия полностью забилась. А во-вторых, интересно, а трубы-то коптят? Трубы коптят все, понятно. А во-вторых, да, расход у этих ресурсов, потому что вот эти вот все штуки, которые мы производим, это будут ресурсы на других предприятиях, и расход там не такой большой, скорее всего, будет. Но ладно, к этому мы еще когда-нибудь дойдем. Медный завод, друзья, также посмотрим. Тут, в общем-то, вот такие вот штуки производятся, всякие проволоки, катушки. Вот так вот они выглядят. Тут, в принципе, все работает, все нормально. Надо привезти поддоны и упаковку только. С электроэнергией тоже все путем. А, в общем-то, по поводу электроэнергии, друзья, к какому выводу я пришел, немножко поиграв с этим всем делом? Нужно покупать электростанцию обязательно. То есть, то, что мы делали с помощью батареек, это вообще не вариант. И надо ставить сразу все 8 штук вот этих вот энергоблоков. Скажем так, за раз раскошелится, и тогда проблем с электричеством, скорее всего, не будет. Вот эти вот батарейки, которые мы в магазине покупали, это в случае форс-мажора что-то сразу запустить, если надо, чтобы что-то было. А так, нет, это не вариант. Поэтому, у нас есть еще завод стекла, который уже стоит давно. Все батарейки здесь потрачены. Нам срочно надо было немножко стекла, поэтому мы, в общем-то, его запускали. Надо его запустить, чтобы здесь все нормально работало. А также привезти сюда песок и уголь еще тоже не помешало бы. Насколько я понимаю, песка здесь расходуется довольно много. Поэтому нам надо его запустить, и для этого нам нужна электростанция. Мы ее покупаем, она стоит 3,5 миллиона денег. Охренеть. Ну и давайте, в общем-то, на эту самую электростанцию перейдем. У нас есть еще 961 тысяча. Нам по факту надо еще поставить сюда 8 угольных энергоблоков. А они, по-моему, по 250 тысяч, да? Да, они по 250 тысяч, значит нам надо 2 миллиона. А у нас есть только 960 тысяч. Вообще не круто. Ну ладно, у нас продастся кофе, поэтому это будет не проблема. Уборка, правда, только через полтора часа закончится. Ну ладно. Вообще неплохо было бы электростанцию, наверное, запустить сразу. Поэтому давайте мы 4 штуки туда поставим, насколько у нас есть. Или давайте кредит возьмем. Все равно мы его сегодня отобьем. Скажем так, для экономии времени просто, чтобы сразу у нас были денюжки. 1 миллион 40 тысяч берем. И 2 миллиона денег у нас есть. Ну и надо поставить сюда тогда модули. Угольные модули. Может быть, если сразу начинать, знаете ли, с электричества. Заранее покупать электростанцию перед заводами. Чтобы она накопила немножко электроэнергии. Может быть и биомодули тоже справятся. Так, ровненько ставим. 8 штук. Ну вот так вот. Осталось 1000 на балансе. 2 миллиона на строительство потрачено. Надо, друзья, также их запустить. Поэтому, друзья, возьмем вот этого вот мана. Заполним его углем. И отвезем его сейчас туда. Этот чел будет туда ехать почти 15 минут. Но я думаю, меньше. Да ездит быстрее. Ладно, ждем. Кстати говоря, друзья, у нас уже построены абсолютно все мосты. Все дороги открыты. И это прекрасно. Да, у нас тут самолет завис. Ну ладно, я до сих пор его не посадил. Кстати, друзья, что еще не показал. Нам досталось какое-то производство новое. Фабрика Кенс. Где и с чем она нам досталась? Как ее найти? Вот она находится. Кенс. Вместе со стекольным заводом. Он на той же территории находится. Что эта фабрика производит вообще? Фабрика Кенс. Она производит соус оранж, медовую горчицу и винегрет. Но для соуса оранж нужен сахар, уксус, яйца. Это то, чего у нас нет. Тут много ресурсов. Для медовой горчицы нужен еще мед, уксус, яйца. И для винегрета нужно арахисовое масло и тот же самый уксус и сахар. Этого всего у нас нет. Поэтому мы его, разумеется, запускать не будем. Но просто так, если вдруг кому интересно. О, кстати, еще что хотел сказать. У нас есть довольно-таки много известняка, карбоната, кальция и извести много. Тут известь уже полностью забилась, но известь, благо, еще можно вот сюда. Тут еще полтора миллиона. Поэтому, друзья, у меня есть мысль, что камня-дробилку надо, наверное, остановить. Продавать все это смысла нету. Не так дорого стоит. Гипс еще пускай производится там. А известь, известняк и карбонат, кальция, наверное, мы, друзья, отключим. Может быть, производство камня тогда отключить? Давайте отключим. Производство извести отключаем, карбоната, кальция отключаем и известняка отключаем. Производство гипса остается. Соответственно, все камни будут перерабатываться именно в гипс. Но там будем смотреть, что к чему. Надо его, кстати, вывести будет оттуда. Также у нас полностью забиты склады с цементного и сталелитейного завода. Они забиты у нас и склад полностью забит. И, соответственно, на заводе все ресурсы полностью забиты. Поэтому тут у нас все прекрасно. На сталелитейке что же самое, да? Да. Сталелитейка еще будет работать, потому что здесь у нас производится еще серебро, остальные детали, стальные пластины. Я, соответственно, их тоже буду вывозить отсюда на склад, чтобы это все дело работало. Но стройматериалы будем смотреть тогда по мере надобности. Но, в общем-то, запас хороший у нас есть. А тем временем вот этот товарищ добрался у нас до нашей электростанции. Значит, примерно по 60 кубов выгружаем в каждый. Потом, как будет время свободное, я его забью полностью. Сейчас нам надо запустить все энергоблоки. Ха, я лох и я просчитался. 54 делить на 60, это будет 9. Как это у меня так получилось? Ну ладно. Значит, в одну закидываем полностью. В любом случае, они сейчас запустятся, будут все работать и будут делать нам электричество. И в первую очередь, конечно же, это самое электричество мы, друзья, отправляем на корнинг стекло. Точнее, отключаем все остальное. Оставляем только завод по производству стекла. А ты, друг, едь домой, едь, паркуйся. Кстати, если у нас избыток электричества, может быть, его продавать на всяких там этих, на других электростанциях, я имею ввиду. Псек-электростанция. На молочку, все забито, электроэнергии миллион на электростанции есть. И, соответственно, все они забиты. Производительность в день 62%. Давайте нажмем начать. Интересно, сколько оно будет его продавать. По какой цене? Вырастет ли здесь производительность, доход, что будет? Не знаю, посмотрим. Почему бы и нет? Тут у нас тоже, как видите, все закоптило, и все работает. Самолет этот посадить, что ли, а? Все, надеюсь, он сядет и остановится там, дальше не полетит. Что-то он не сильно останавливается, я вам скажу. Или остановится? Но не сильно он останавливается. Нормально, остановится, хорошо. Pleasant Willey Airport. Наверное, если играть без всяких автодрайвов и курсплеев, конечно, самолет это прям топовая штука. Много чего загрузил, и вроде как посадочная полоса есть еще вот здесь. То есть сюда можно что-то перевести на самолетики быстро и из одного конца карты в другой, в большом объеме. Надо, наверное, еще на будущие себе контрактиков посмотреть. Почему бы и нет? Деньги так-то нужны. Вспашка земли, поле 80, твою мать. Сколько по времени он будет пахать это поле? Вот просто ради интереса. Даже если взять технику в аренду. На 38 тысяч месяца. Давайте возьмем. Ну, а сейчас отправим его пахать. Сбор урожая. 150 тысяч, поле 77. Давайте этот контракт примем. Прям интересненький. Тюкование, тюкование не хочу. Ну и пока все. Что у нас на 64-м? 64-е поле созрело, но у контрактов никаких нету на него. Можно его, кстати, найти. Но там, блин, подсолнечник растет. А у меня только одна жатка кукурузная. Жатки брать в аренду опять для подсолнечника. Ладно, с контрактами потом поразвлекаюсь. Вот этого товарища сейчас отправим. А вообще у плуга ширина вон 10 метров. Нормально. Такой вот маршрутик. Поле 80 погнал. Кстати, в прошлый раз или по за прошлый раз, когда мы продавали эти листы, где-то они забагались, провалились под текстуры. И теперь они лежат на магазине. Надо их отсюда, наверное, как-то куда-то увезти будет. А эти поддоны, это просто поддоны. С ними уже ничего не сделаешь. Между тем, ребята собрали уже почти миллион кофе. Точнее, миллион они уже даже точно собрали. Но все равно еще час работать этому. Два часа работать вот этому. И час 46 работать вот этому. Когда один заканчивает, можно помогать потом кому-нибудь другому. Кстати, друзья, у нас же есть кофейня Starbucks. Которая тоже занимается тем, что постепенно продает всякие продукты. Здесь можно продать из того, что у нас есть яблоки, апельсины, кофе, бананы, бумагу, молоко и сливочное масло. Мы, кстати, делаем. Может быть, эту штуку запустить имеет смысл. У нас, насколько я понимаю, только одна кофейня Starbucks. Они иногда даются вот так, знаете ли, в придачу. Да, видимо, одна. И имеется в виду здесь вот эта кофейня Starbucks, которая находится вот здесь. И, соответственно, если мы сюда будем что-нибудь подвозить, то периодически это все дело будет у нас продаваться. И наш пассивный доход вырастет. Ну, то есть, как пассивный доход? Это, конечно, не пассивный доход. Но, короче говоря, вырастет. Давайте запустим. Все равно же делать сейчас нечего. Только для начала надо, конечно же, на эту кофейню тоже электричество отправить. Кофейня Starbucks. Начать. Тут электроэнергии много. Все заводы тоже забиты. Хотя вот Alcoa Metal почему-то вот в ресурсах электроэнергии есть, а в продуктах нету. Не очень хорошо понимаю, что происходит. Тут, кстати, знаете, с чем я сталкивался? С тем, что она не хотела передаваться, эта самая электроэнергия. Вот это у нас что, Alcoa Metal, да? А, у нас на Alcoa Metal там на входе нет электроэнергии. Все, все, все нормально. Потому что у меня медный завод так перестал работать однажды. Ну, да ладно. Давайте тогда что-нибудь отвезем на эту самую кофейню Starbucks. Например, во-первых, у нас должно быть молоко. 72 куба. Я его постоянно просто отвожу, продаю. Не сильно оно дорого стоит, но когда вот так вот все это в пассивном доходе будет, это будет намного интереснее. Кстати говоря, у нас скоро забьется коров. Можно будет продать. Наверное, периодически будем продавать коров. О, водитель-то 9 прибыл на поле. А ну-ка расскажи мне, сколько ты будешь по времени пахать. Сейчас тут курс-плей обновится. И мы офигеем. 10 часов. Нормально, че? А че с мощностью? Че так медленно? Нам дали трактор, которому не хватает мощей на все это дело, да? Ладно, пускай пашет. Че, 300 тысяч-то лишними не будут? Я в этом никак не участвую. В любом случае, тут еще у меня работы на этот день столько, что... Ну, пускай, короче, пашет. Мне интересно, у нас вообще есть автодрайв на кофейню Starbucks-то, а? Скорее всего, конечно, есть. Как у нас называется левый остров? Эс-Хэмптон. Понятно. Эс-Хэмпстон. Кофейня Starbucks. Отличное название. Ну, давайте отправим туда что-нибудь отвезти. Во-первых, тебя. Сразу ставим тебе кофейня Starbucks. И погнали, заполним тебя молоком. Молоко. Погнал. Блин, а влезет туда все молоко-то? Там всего по 100 принимает или нет? Наверное, да. Да, всего по 100 кубов можно привозить. Ну, вот, тогда вези молоко. Разгружай и есть, паркуйся. Также, друзья, что там из фруктов, овощей можно? Сейчас за один раз просто отсюда отвезем, да и все. Электроэнергия, кстати, сюда уже поступает. Прекрасно. Апельсины, яблоки и бананы. Это то, что у нас находится здесь. И у нас тут рядом как раз находится наш... Вот этот вот прекрасная платформа. Вот этот прекрасная платформа, да. На который мы можем увезти 40 поддонов. То есть, по 13 поддонов каждого мы сейчас... Апельсины, яблоки и бананы сейчас закинем с нашего склада. А бананов можно и 14. Не знаю, почему именно бананов 14, но ладно. Так, паркуем его вот так вот аккуратненько. Сейчас по очереди будем здесь все выгружать. Во-первых, яблоки. А у нас тут их не то, чтобы прям много. 13 поддонов, бзынь. Давай, выгружайся. Далее, бананы. Давай, тоже 13 поддонов бананов. Бздынь. Бананы тоже есть. Давай, тоже выгружайся. Выгрузилось. Прекрасно. И апельсинки у нас еще тут. 14 поддончиков апельсинков мы с вами сейчас выгружаем. 14, бздынь. 14 есть. Сейчас все это дело сюда выгрузится. Залетит прям на прицепчик. Бздынь. Есть 40 поддонов. Отлично. Давай, друг, тоже едь на кофейню Starbucks. Также у нас есть еще 2 грузовичка. Одного мы отправляем на молокозавод. Просто вот молокозавод. Точка есть. Туда и есть. Блин, 9 минут. И второй такой же грузовичок у нас поедет за бумагой. А где у нас больше всего бумаги? У нас много бумаги, друзья, лежит на ПМС переработки. Я ее оттуда не вынес, потому что последняя поддона была впадла. Поэтому туда мы и съездим за ней. Давай, на мусорный завод тогда едь. Что, друзья, будем с каждым днем все богатее и богатее. Также в кофейне, разумеется, у нас продается кофе. Без этого ж никак. Поэтому, раз мы сейчас собираем большой урожай с кофем, давайте вот этот вот прицепчик один мы туда и отвезем. Кофе один раз. Давай, съезди, отвези. Пока 45 кубов, знаете, просто для теста, чтобы посмотреть, что к чему. Он, кстати, первый товарищ вот только сейчас и доехал. Нормально он здесь будет разгружаться. Будет же, да? Все же должно быть нормально. Разгружается. Это ж шикарно. Значит, и трактор разгрузится. А вот тот, кто поддоны возит, скорее всего... Ну ладно, мы его сами разгрузим, не проблема. И этот товарищ у нас как раз тоже прибыл. Прекрасно. Выгружаем сюда вот это вот все дело. И давай едь на склад теплиц. Ты у нас там живешь примерно. Там больше всего используешься. Чел, который едет на молокозавод, тоже почти туда прибыл уже. Кстати, что у нас на молокозаводе? Он уже забился, по-моему, и я вот его так и не смотрел. Молокозавод Дейри. Да, у нас тут всего до хрена. Молоко, соль, поддоны, все есть. Сливочное масло. У нас на каких поддонах идет? Хороший вопрос. Давайте создадим один поддон, чтобы посмотреть. Это у нас стандартные поддоны. Их 18 штук можно отвезти. Точнее, средние поддоны. Стандартные, наверное, он не подхватит. Стандартных можно 20 отвезти. Давайте попробуем стандартные его загрузить. Нет. А, отлично. Их 20 штук можно отвезти. Прекрасно. Ну, вроде как вот так. Вот 10 кубов у нас должно здесь остаться. Все это дело сюда загружаем. 20 поддончиков. И давай тоже на кофейню Starbucks. Погнал, друг. Ох ты там не скоро будешь. Зачем в кофейне продают бумагу? Я, честно говоря, слабо понимаю. А по 500 литров в час у нас идет продажа. То есть по 12 кубов в день. Кофе может быть больше. Тут можно, получается, ее забить будет, если полностью. Этого будет хватать на неделю игровую. Есть подозрение, что кофе, например, может дольше продаваться. Ну, ладно. Мы об этом узнаем как-нибудь потом. За бумагой чел у нас тоже, кстати, приехал. А бумагу, наверное, я все выгрузил. То есть тут осталось только 10 кубов, которые... Ну, 10 кубов, так 10 кубов. Тоже неплохо. Отодвигаем эти 5. И создаем еще 5. Конечно, камера здесь не очень удобная. С учетом того, что вот потолок есть. Но ничего, мы здесь не часто бываем. Загружаем эти 5 поддончиков. 10, да. 10 поддончиков. И на кофейню Starbucks тоже это все дело продаем. Отправляем. Он туда будет ехать еще дольше. Приехал у нас сюда кофе. И доехал у нас одновременно практически товарищ, который привез маслица. Поэтому маслица мы сейчас-то и выгрузим. Бздынь. Маслица выгружена. Давай, друг, едь на столе литейный завод. И жди с моря погоды. Ну вот и бумага наша приехала. Бздынь. Выгружаем. Ну, кстати, уже 60 тысяч на балансе. Что-то продается потихонечку. Сады, наверное. Так, давай, едь на цементный завод. Погнал. Смотрите, у нас отсюда ушло 50 кубов электроэнергии. И продалась она доход 90. Доход в час. Ладно, оно немножко поработает пускай. Мы потом посмотрим, что здесь у нас в доходе появится. Но если 50 кубов уходит... А, у нас в Sega ушло еще на кофейню Starbucks. Да. Она как раз что-то там произвелось, пополняется. Короче, ладно, да, посмотрим потом на доход. И будем думать, имеет смысл в этом или не имеет. Но American пока что работает. 3 куба электроэнергии на стеклозавод у нас уже ушло. Что-то как-то Курсплей, по-моему, неправильно посчитал ширину плуга. Я бы не сказал, что здесь 7% перекрытия, которое стоит. Хотя, хрен его знает. Ладно, пускай пашет. Свою мать, вот пол первого ночи, мне завтра на работу, а я тут смотрю, как Курсплей поля убирает. Вот абсолютно заняться нечем человеку, да? Ну ладно, это все лирика. У нас, друзья, закончилась уборка поля. Всех полей, да. Это было последнее. Буквально пару минут назад закончилась уборка соседнего поля. Его я двумя комбайнами уже убирал. Так, с тебя мы тоже с маршрута снимаем, жатку отцепляем, комбайн складываем, жатку подцепляем, бздынь. Вот так вот. И говорим тебе ехать домой. Черт, я еще и охрип походу. Что у нас, друзья, получилось по собранному урожаю? Кофе. 4 миллиона 775 тысяч литров, плюс еще сюда сколько-то едет. 177 кубов сюда едет, да. Итогой 4 миллиона 952 тысячи литров. Я, друзья, предлагаю 4 миллиона продать из этого и миллиончик оставить. Раз уж у нас идет на кофе Starbucks периодически, вот это надо будет подвозить. Короче, оставить. Для этого мы 3 раза отправим, по 3 раза, по 3 поездки отправим наших вот этих вот больших грузовичков. Продавать мы повезем на Хельсинки Такобелл получается. Значит, друг, ты туда едешь? Я надеюсь, что там разгрузка-то есть нормальная. Не задним ходом. Ты 3 раза туда едешь, в общем-то. А этого я вообще не туда отправил, но да ладно. И ты, друг, туда тоже едешь. В общем-то, они туда сейчас все это по-быстрому съездят, отвезут. И у нас будет куча денег, которые мы сразу же и потратим. А еще, друзья, я запустил посев, и я не понимаю, почему вот эта вот часть не засеялась. Хотя здесь написано, лук растет. Но вот текстурка как будто непонятна. Он же не мог взойти. Не, тут вот эта полоска так появилась, потом следующая пошла такой же текстурой. Ладно, пофиг. Надеюсь, он здесь вырастет и все будет нормально. Да, поле, кстати, посыпано известью. И соседнее поле уже посыпается известью вот это. Где-то он, короче, где-то здесь он ездит. Тут у нас, да, лучок сеется. Еще мы посеем клевер. И что-нибудь еще. Я вот последнее, я еще не придумал что. Сколько, друг, тебе интересно ехать на Хельсинки Такобелл? Восемь минут. Не круто. Ну что ж, начинаем продажу, друзья. Я тут, кстати, посчитал, что денег нам не хватит с того, что мы продадим, на то, что нам надо сегодня купить. Поэтому вот этому товарищу я сказал съездить еще одну поездочку потом, чтобы заработать еще 500 тысяч сверху. У нас же кредит еще висит, я забыл про него. Так что у нас останется около 400 кубов кофе. В принципе, тоже неплохо. Вот они, грузовички, уже едут, сейчас тут все попродают. У нас будет много денежек. Что-то ты, друг, капец, как медленно высыпаешься, а? Первый продался. 649 тысяч на балансе. Давай второй разгружайся. Ну, второй быстрее у нас будет разгружаться, это прям точно. Черт. Он здесь немножко не попал. Точка близко находится слишком. Да, этот высыпается намного быстрее. Бздынь. И есть у нас уже миллион 180 тысяч, а значит, значит, мы можем уплатить кредит. Все, кредита нет. И у нас еще один прицепчик продается. В общем-то, ладно, пускай они продаются. Черт, друзья. Сахарный завод-то надо будет строить. Я сегодня хотел купить сахарный завод и запустить его. Но мы его сегодня максимум, что можем, это купить и начать строить. В общем-то, довольно стандартный набор. Здесь цемент, доски, арматура, трубы, гипсокартон, балки, эпоксидная смола, жб-блоки, жб-барьеры и гвозди. А значит, друзья, я извините, конечно, но у меня уже час ночи, мне завтра на работу вставать. Я хочу побыстрее это все дело закончить, чтобы для спонсоров побыстрее вышел этот самый видосик. Я мог его сегодня закончить и уже приступать к монтажу. В общем-то, тут довольно-таки все очевидно. Территория эта стоит 3,5 миллиона, 3,511. Я ее, в общем-то, куплю и можно будет даже электростанцию сразу же пустить туда электричество. По поводу Псего, то, что у нас продается электричество. Доход 180, 2 часа она проработала, то есть, видимо, да. Но, в общем-то, ладно, пускай на сутки двое вот так вот постоит поработает. Посмотрим, сколько у нас тут тратится электричество этого самого. Но, видимо, не имеет смысла. Хотя вот у меня есть такое чувство, что ее можно как-то раскачать. Это самая продажа электричества. Не знаю как, но вот что-то вот мне подсказывает. А, так вот, друзья, за кадром тогда я построю этот самый заводик. Сейчас они тут докатаются. Завтра они у меня уже докатаются. Построю заводик, посмотрю, что еще к чему. И мы с вами встретимся, тогда запустим сахарный завод. Убираем урожай и что-нибудь еще будем делать. Плюс деньги у нас все равно появиться какие-то должны. У нас продается и кофейня. Точнее, приносит нам доход постоянно. И кофейня, и фермерский рынок, и все будет нормально. Поэтому, чтобы не пропустить следующую серию, надо подписаться на канал. И на сервер в Дискорде вступайте. Там уведомления. Все, ничего не пропустите. Ни стримы, ничего вообще. Следующую же серию можно уже посмотреть на Бусте. Там, в принципе, наверное, до конца уже карьера снята. Судя по всему. Тем, кто поддерживает на Бусте, ребята, огромнейшее спасибо вам за поддержку. Лайкусики, комментарии не забывайте. С вами был Никита Дилей. Всем пока-ки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова